Спасибо. Павлович, пожалуйста. Если не будет дождь, то танцы состоятся в субботу. Нас пригласили на спектакль в одной стране, в другой стране, на спектакль «Пантомимы». Основа спектакля, за основу был взят мифологический сюжет, как богиня Гера не велела касаться Диониса. А кто коснется его, тот потом будет страшно расплачиваться. Ну и весь мама, дочка, сын, домработница, все сидят завтракают, элегантные. Вдруг входит Дионис, и дальше начинается касание. Все его касаются, он касается всех, мы это пережили. Потом началась расплата. Дочка стала какой-то наркоманкой, сын сумасшедшим, мама какой-то публичной дамой там ползала где-то там по панели. И тут вдруг пришла очередь расплачиваться папе. И середина задника, на нас, на всех, открывается вот так середина, и на нас, на всех, выходит абсолютно обнаженный папа. И идет на нас, на всех. Аркадий Сахать сидел со своей дочерью перед нами, а сзади мы все. И только мы видим, как ему неудобно перед дочерью, что выходит, вот такой, причем этот самый артист был такой, какой-то синий, весь в пупырышках, замерз что ли. Отвратительный был этот, который шел на нас. И вдруг Вика Горшенко, сидящая рядом со мной, сказала, фу, какая-то порнография. И он, желая смягчить это, понял, сказал, ну что ты, это же мифология. Спасибо. Прошу вас, Боря. В одном из театров, где я работал молодым режиссером много лет назад, шел спектакль о молодом Ленине. Актриса в финале первого акта выходила на авансцену и говорила в зал, «Слава Богу, в России никогда, слышите, никогда не было рабства!» По щекаемой утекли слезы, зал аплодировал. После спектакля она снимает грим и спрашивает у соседки, которая три курса исторического института когда-то кончила, «Танька, а что я за фигню такую говорю, в России никогда не было рабства? Это же неправда!» Так говорит, понимаешь, Лидочка, Россия миновала в своем развитии период рабовладения. Это действительно так. Как она говорит, да, говори мне, араб Петра Великого. Андрей Горозков. Музыкант, так много прекрасных легенд из области, так сказать, актерской жизни сейчас было рассказано. Я типично, так сказать, музыкантскую такую, ну не шутку расскажу, байку. Их вообще очень много, но это одна из самых ярких, которые обычно рассказывают музыканты из оркестра Большого театра. Значит, такой был случай. Должны были играть кармен. Как вы помните, кармен начинается очень так мощно, нафартиссимо, ударник бьет в тарелки. И дальше там дара-дара-дара-дара-дара-дара-дам. Вот. Что-то случилось, значит, ударник, который должен был играть, заболел в этот день. Срочно вызывают замену. Человек, который должен заменять, приезжает прямо к началу, выбегает, значит, взмах дирижера. Он бьет в тарелки, тишина, и звучат скрипки. Ему не сказали, что кармен заменили на Евгения Онегина. Так, единственный раз Евгений Онегин прозвучал с тарелки. Спасибо. Так, да, пожалуйста, Сашенька, пожалуйста, прошу. Не знаю, говорят, что так было. Вот, может быть, это и есть легенда. В ЦДСА, в Центральном театре Советской Армии, был спектакль. Это мне рассказывал покойный Леша Ибаженко. Как легенду тоже. Был спектакль, который начинался с землянка, революционное время, в тулупах каких-то, в шавках зимних сидящие люди. И начиналось с того, что три похода антанты провалились. Ля-ля-ля, гур-гур, значит, диалог какой-то. И кто-то один кричал, а я протестую. Вот такой был текст, значит. Начался спектакль с того, что эти в шапках, в ушанках и в тулупах люди начали говорить с того, что три пахома, сказал один. Все потихоньку начали трястись, значит, трястись, сказал, провалились в антанты. Не дожидаясь своей реплики, кто-то третий сказал, я протестую. И на них упала землянка, потому что все вышли через стены землянки абсолютно. Спасибо. Ну а сейчас мы продолжим эту салонную атмосферу, и я хочу вам представить одного интересного артиста. Очевидно, для многих это будет новое имя, но этого артиста, я думаю, вы запомните. Юрий Шиврин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...